Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, с новым 2019 годом вас. Добрый день, и вас, и всех наших учреждений. Последними, самыми главными событиями были отставка Джеймса Мэттиса, открытое нападение Российской Федерации на Украину в Керченском заливе, и, наверное, заявление Лаврова, где он назвал наше государство, точнее, наше правительство нацистским. Я, как гражданин государства-агрессора, не имею вообще никакого морального права там что-то вмешиваться и комментировать в ход ваших президентских кампаний, но как эксперт, может быть, я могу дать маленькую справку. Несколько очень уважаемых участников этой кампании критикуют существующую украинскую власть за то, что она как бы не смогла навадить диалог с русскими, с Путиным, а вот они, когда придут к власти, они вот сядут с Путиным и разберутся, и все будет замечательно. Вот это такая удивительная, это иллюзия Путин-Ферштейна, она вообще поразила всю Европу. Каждый американский президент за последние 20-30 лет, на моей памяти, начинал от того, что мой предшественник был болван и ничего не понимал, как нужно делать дела с Россией, а вот я сейчас буду по-другому, сделаю перезагрузку и так далее. Мы знаем, чем каждый раз это кончалось. Особенно удивительны такие иллюзии в стране, которые являются объектом агрессии, четвертый год ведет войну. Вот мне кажется, более актуальны здесь вот знаменитые слова премьер-министра Голдемеир, когда ее тоже упрекали относительно поисков компромисса. Она говорит, ну вот, дело в том, что наши противники хотят, чтобы мы умерли, а нам хочется жить, и в этой ситуации поле для компромисса, оно не так велико. Так вот, я уверяю вас, что сегодня Путин, его ближайшее политическое окружение, и, к сожалению, значительная часть российской политической линии, она страстно хочет, чтобы украинское, самостоятельное, суверенное государство умерло, чтобы его не существовало. Чтобы там, может быть, формально оно останется, но там, чтобы был какой-нибудь гевеляйтер. Идея украинского государства абсолютно не принимается российской политической, так называемой, имперской элитой, и сегодня, и сто лет назад, и двести, и триста лет назад. Очень странно звучат вот заявления. Я там сяду, Путин на одной бумажке напишет свои пожелания, мы на другой. Потом вы это какой-то детский лепет в стране, которая находится в состоянии войны с агрессором, и опасность эскалации этой войны, она с каждой минутой возрастает. Возможно, два решения или два подхода в каких-то путинских головах к данной проблеме. То есть ждать до выборов или пытаться все-таки поднять уровень эскалации выше. Я думаю, что как раз этот вопрос решался. Вот как раз эти две опции как бы серьезно взвешивались в последние две недели прошедшего года. Особенно для меня знаменательным было другое заявление Лаврова. Ну, нацистами вас уже тысячу раз объявляли. Он 17-го числа в интервью там по уголым комсомолочкам, он сказал, что Украина готовит провокацию в районе Крыма. То есть это была новая идея. Раньше же все время говорили, что были какие-то украинские провокации на Донбассе. Значит, что Глевец, реальный Глевец намечался в Крыму. И связано это, конечно, как многие наблюдатели отметили, это с проблемой, в том числе экономически, северокрымского канала. То есть вариант силовой акции, он серьезно рассматривался, но вот как вы справедливо отметили, было другой. И решили, вот когда они слышат такой дискурс во время избирательной кампании, что вот отойдите, вы не смогли договориться, вот дайте я сейчас договорюсь с Путиным. Они, конечно, рациональные люди. А почему бы не подождать три месяца и не посмотреть, что из этого выйдет? Это будет более экономный способ достижения тех же целей. И, прежде всего, самое главное, полного подчинения себе украинскому государству. Боже мой Андрей Андреевич, но с другой стороны мы видим некоторое ослабление, если не сказать перезагрузку, американской внешней политики. Да, мы с удивлением увидели отставку Джеймса Мэттиса, да, как ее не трактовать как добровольную или как увольнению. Мы увидели отвод, или услышали, точнее, об отводе американских войск из Сирии. На самом деле это свидетельствует об определенном волюнтаризме Трампа, который не согласовал подобные действия, насколько я понимаю, с тем, что и называется коллективной политической Америкой. В России не подняли, что произошло 20 декабря в овальном кабинете Белого дома. Это не Трамп уволил Мэттиса, это Мэттис уволил Трампа. Мэттис демонстративно ушел в отставку, написал публичное письмо, в котором выразил свое несогласие, прежде всего с тем, что Трамп по всему миру разрушает союзы американские и поощряет врагов Америки. И впервые, в общем, все тезисы этого письма были поддержаны ведущими республиканцами в Сенате американцев. И, кстати, реакция была такая же и на решение Трампа вывести войска из Сирии. Оно вызвало очень резкое сопротивление республиканских сенаторов. Американский политический класс, американские институты, они нашли инструменты и возможности убрать эту угрозу Америке и свободному миру, либо купировать полностью в ближайшее время возможности Трампа влиять на внешнеполитические решения, либо просто выбросить его из Белого дома. Просто хватит ли этих инструментов в конкретный определенный период времени? Потому что у Кремля сейчас, в принципе, два коридора возможностей. Один это броситься на Украину, и второй начать ползучий аншлюз Белоруссии. Возможно, это все может совместиться в едином геополитическом порыве. Особенно, если в Кремле тоже немножко считают, особенно, если понимают, что Трамп доживает, если не последние дни, то последние месяцы в Белом доме. И как раз ясно, что при следующем президенте, кем бы он ни был, это будет встречено очень жестко, а Трамп попытается каким-то образом смягчать реакцию Соединенных Штатов. Ближайшие три месяца как раз они решающие на много лет вперед. Потому что проясняется ситуация в Украине, проясняется ситуация в Белоруссии. Там, собственно, что ли? Там выбор стоит перед Лукашенко. Либо смириться получить приличную пенсию до конца жизни где-нибудь на Сочинской вилле. Либо продолжить то, чем он занимается более 25 лет. Борьбой за независимость Белоруссии. Да, он боролся за собственную власть все время, но он эффективнейшим образом сопротивлялся. Это же не Путин начал попытку аннексии Аншуса Белоруссии. Все это начинало, все эти объединения великие. Он их обманывал, он приезжал в Москву, подписывал какой-то очередной договор, разбивал там стакан с водкой, увозил 10-12 миллиардов в год субсидий, но не соглашался на Среди Дарья Минского обкома. А сейчас его загнали в угол буквально с ножом в голову. Употребив такой термин, как стакан с водкой, я нехотя подумал о стакане с новичком. Это еще третий какой-то вариант, к сожалению, наверное, для Лукашенко. Да, если он откажется пойти на капитуляцию, новичок – это один из первых вариантов. Но центральный вопрос будет, насколько, в общем-то, белорусское население в целом оно отвергнет эту идею. Вот в Беларуси не было в 91-м году такого уровня национального самосознания, как в Украине. Поэтому Москва и пыталась с самого начала проговорить. Но при всей противочивости этой фигуры Лукашенко ему надо отдать должность, что он тянул время, сохраняя независимость Беларуси. За это время национальное самосознание в Беларуси выросло. Но несмотря даже на возможный аншлюз Беларуси, в принципе, кремлевский режим не решает своих внутренних вопросов. Мы видим постоянное умножение так называемой системной ошибки. То есть существующая система уже не может решать появление тех или иных, в принципе, элементарных, хотя от этого не менее страшных проблем. Например, как было в ситуации со смертями, с десятками смертей в Магнитогорске. Когда меня спрашивают, что было самым главным событием 2018 года, я отвечаю, что не какое-то точное событие, а тот вот системный, кумулятивный процесс, который шел весь год, который заметили все и называют по-разному. Я его называю смертью путинского мифа. Ведь любой авторитарный режим, он держится не только на насилии, на каком-то мифе, объясняющем население, почему оно должно терпеть этот режим и этого диктатора. И мы прекрасно помним, как в телевизионной пробирке этот миф был создан осенью 99-го года, через взрывы домов, через войну в Чечне, нам говорили, вот нас убивают террористы, а вот молодой энергичный офицер спецслужб, который поднимает с колен Россию, защищает вас, и мы все должны сплотиться вокруг него. Этот миф сработал тогда, потом он несколько раз перезакружался, получал новые составляющие, борец с олигархами, борец с однополярным миром, наконец, чудовищную такую наркотическую встряску происхождения он получил в 2014 году с этой нацистской идеей русского мира. Она тоже на некоторое время захватила достаточное количество людей. В общем, Крым наш более-менее поддерживал больше половины населения. И вот этот мир рухнул, рухнул с каждым новым вопросом, с каждой новой фокус-группой. Резко падает популярность Путина, это не как это, там, падение на 5-10%, это гораздо глубже, это смерть мифа. Вот великого, справедливого, защищающего от жадных бояр-вождя, никто не верит. К каждым новым вопросам все больше 50-60-65% выступает за нормальные отношения Запада. Так что не начнут опереться. Вы правильно нащупали основной нерв проблемы путинской диктатуры. Ведь для чего задумываются все эти авантюры в Крыму, в Донбассе, в Белоруссии, чтобы как бы вот эта имперская риторика и воссоединением разъединенного народа, как они называют, сплотить население. А это уже не сплачивает. Это отталкивает. Отталкивает население. Вот в чем основная проблема. И трагическая ошибка украинского общества, украинских политиков было бы как раз сейчас, когда этот путинский миф издыхает на глазах начать что-то бормотать о понимании Путина в общем языке, о компромиссах. Я приеду, мы поговорим и так далее. Это капитулировать на пороге победы. Вот что это бы означало и с чем я хочу обратиться к украинским друзьям на пороге этой развернувшейся президентской кампании. Спасибо вам большое уважаемый Андрей Андреевич за этот откровенный и содержательный разговор. Спасибо вам.